Сегодня мы в областной библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина, и у нас дорогой гость, будем так говорить, это Ирина Владимировна Переверзева, консул Генерального консульства Российской Федерации в Казахстане, в Алма-Ате. Ирина Владимировна, я вас приветствую. Добрый день. Книги вы привозите уже не первый раз в библиотеку. Да, уже не первый. Но и в этом году получается так, что первый, потому что обычно мы дважды приезжаем в Чимкент. Первый раз это июнь на русской песне «Русская душа». Вот сегодня как раз у нас галоконцерт удивительный и замечательно, что он посвящен Дню России. И как раз вот сегодня на День России мы передаем и передали книжную коллекцию вашей Пушкинской библиотеке. Причем в этом году мы передали коллекцию книг по русскому языку. И опять каждый год мы стараемся, чтобы у нас была какая-то издюминка, какая-то новинка. В этом году эта новинка – это те книги, которые изданы в Казахстане, и к изданию которых мы имели какое-то отношение. Либо книги и диски наших друзей, с которыми мы дружим и ведем совместную работу. И они сделали такой прекрасный жест, подарили свои произведения вашей библиотеке, чтобы они были и у читателей, и у слушателей. Потому что вот сегодня в качестве подарка фигурирует диск группы «Мотороллер» казахстанский с песнями о Великой Отечественной войне и песнями времен Великой Отечественной войны. И мы надеемся, что вот с этого диска мы начнем формировать в уголке национальных литератур еще и фонотеку. Для того, чтобы люди, приходящие в библиотеку, имели возможность не только читать, но и слушать, и смотреть, чтобы им была жизнь еще интереснее. А возвращаясь к вашему вопросу, относительно сколько раз мы приезжаем, то у нас получается два. Вот первый раз как раз сейчас, в июне, а второй раз мы не можем пропустить романсиаду. Потому что романсиада – это не чимкентское событие и даже не казахстанское событие. Это событие международного уровня. И вот в этом году я имела удовольствие быть в Ташкенте, и мне рассказывали, как они были на прошлой романсиаде, как они сейчас готовятся к романсиаде. И что по следам чимкентской романсиады участники ее в Ташкенте дали несколько концертов, и был прекрасный вечер, который так и назывался – романсиада. То есть вот романсиада, которая живет здесь, она живет не только здесь, она шагает уже и не только по стране, она уже шагает по всему миру. И это очень здорово, и мы рады, что у нас есть такая возможность сюда приезжать. Ирина Владимировна, у вас же тоже есть музыкальное образование? Не скрою, есть. И вы играете? Да. И вы играете в Алма-Ате? Ну, не только, не только. Вы знаете, я могу сказать, что играю я везде, где есть инструменты. Играла я и в Чимкенте, играла, конечно же, в Алма-Ате. И, знаете, мне очень приятно то, что, вот мне так повезло, вы же все дипломаты, скорость в нашей жизни, она немножко другая, и мы постоянно куда-то переезжаем, и постоянно вынуждены менять квартиры. И я очень довольна, что, например, в этот раз, когда я живу в Алма-Ате, у меня такая квартира, где есть инструмент. То есть я могу сесть, позаниматься, и это дает возможность готовиться к концертам, готовиться к музыкальным вечерам. И могу сказать, что, знаете, вот я так думаю, что когда-нибудь на склоне лет, на пенсии, я займусь мемуарами, и тогда уже будет такая страничка. Вот с этими я играла там-то, вот с этими я играла там-то. Потому что сейчас эти... Да, конечно, есть. Это уже солисты вашей оперы, это солисты филармонии в Плодобенской. Вот, и я так думаю, что их карьера будет развиваться, но я потом напишу, как же они начинали, и как же я рядом все-таки была. Поэтому я благодарна Казахстану, что у меня есть такая возможность реализовывать не только прямые свои обязанности, прямые свои задачи, но и вот с удовольствием играть. Ирина Владимировна, вы в Казахстане уже... Пять лет. Пять лет, да? Да, пять лет, шестой. До Казахстана вы были губернатором Костромы. Ну, вы меня повышали. Вот, за что люблю приезжать в Чемкент, меня регулярно повышают в должности. Я была не губернатором, я была мэром. Дело в том, что вот здесь, в Казахстане, все Акимы, да, то есть областной Аким, городской Аким. У нас несколько иная была на тот момент система. Мэры городов избирались прямым голосованием, то есть когда кандидаты выставляют себя на суд горожан и выставляют программы и так далее, и так далее. Вот в таких прямых выборах мэра я победила и возглавляла город, в котором я родилась, мой родной любимый город, Костромо, в течение пяти лет до начала своей поддипломатической карьеры. Управлять городом, это все-таки должность более такая хозяйственная, да? Именно. Хозяйственная должность. Дипломатия совсем другая стезя. Насколько сложно переходить вот из одной сферы в другую? Или много общего? Вы знаете, я бы не сказала, что было сложно. Дело в том, что, будучи мэром, я представляла Российскую Федерацию в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы. Поэтому, что такое политическая деятельность и что такое международная деятельность, я знала не понаслышке. То есть я представляла вообще, что это такое, как это. То есть это те же самые владения языками, возможность общаться, возможность заниматься своим прямыми обязанностями. Безусловно, они отличаются. Безусловно. Но это не значит, что в них нет общего с моей прежней работой. Тем более, что до того, как стать мэром, я была два созыва освобожденным депутатом в областной думе. То есть это законодательный орган регионального уровня. И что такое политическая деятельность, в общем, я знаю не понаслышке. То есть это не стало для меня, знаете, каким-то вот таким страшным даром, откровением. Нет, 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 конечно. И потом, ну, я бы сказала, что дипломатом, ну, по крайней мере, на моем уровне, я полагаю, может стать, ну, если не любая, то хотя бы половина женщин однозначно. Потому что женщинам присуща и дипломатия, и гибкость, и возможность договариваться, и умение договариваться. Потому что дипломаты — это не те, которые воюют. Воюют совсем другие люди. Дипломаты — это те, кто договаривается. И чьей профессией является мир. Мир, согласие, понимание, любовь. Это как раз вот те слова, на мой взгляд, которые характеризуют предназначение и задачу каждой женщины. То есть дипломат — все-таки профессия женская, да? А я не думаю, что стоит делить профессии женские и мужские. Мне кажется, что в каждой профессии есть часть, с которой прекрасно справится мужчина, и прекрасно справится женщина. И женщины, и мужчины могут работать на заводе. Но, наверное, неправильно, если женщины будут вручную разгружать шпалы. Вообще, конечно, неправильно, если и мужчины этим занимаются, потому что хотелось бы, чтобы купили просто погрузчик, который этим все делал. Или, знаете, до недавнего времени я, например, была уверена, что есть такие профессии, где несказанно лучше будет мужчина. Не думаю. Я думаю, что у каждого свое предназначение в этом мире, и женщины и мужчины должны дополнять друг друга. Вот это для женщин, это для мужчин — это неправильно, на мой взгляд. Я знаю мужчин, которые лучше справляются с воспитанием детей, нежели женщины. И я знаю женщин, которые лучше руководят субъектами федерации, то есть регионами, отраслями, нежели мужчин. Они более успешны. Я знаю женщин, руководителей завода, и я знаю мужчин домохозяек. И когда, например, мужчины занимаются домом, я знаю конкретный случай такой. Я всегда сижу и думаю, господи, ну почему же, когда Господь раздавал таких мужей, я стояла в очереди за карьерой. Наверное, надо было очередь эту поменять. Я так завидую женщинам и мужчинам, которые находят друг друга и имеют возможность проявлять себя так, как они считают нужным. Это замечательно. Ирина Владимировна, есть что-то в Казахстане, к чему вы никак не можете привыкнуть за пять лет? Знаете, как бы это сказать, чтобы даже себя не обидеть. Смысл ведь в чем? Работа дипломата, она накладывает на нас определенные обязательства и определенные ограничения. Вот вы говорите про социальные сети. Я не могу писать в социальных сетях то, что я, например, хотела бы написать. Есть, например, какие-то резкие высказывания, и очень хочется так же резко на них ответить. Но ты прекрасно знаешь, что, будучи государственным служащим, твоя позиция кем-то может быть воспринята в качестве официальной позиции. А это не так. Это сугубо твое личное мнение. Так вот, сугубо мое личное мнение и сугубо я. Я всегда страдаю от того отношения к животным, которое здесь сложилось. И мне представляется, что это все надо менять. Когда я вижу огромное количество бродячих животных несчастных, когда я слышу об этом отлове, когда по телевидению показывают, как там вот хватают этих животных, и мы понимаем, что их просто, вульгарно выражаясь, убьют. Вместо того, чтобы решать вопрос пристройства, стерилизации, каким-то образом стараться культивировать в обществе отношения к животным, как к друзьям. Потому что Господь их сотворил не для того, чтобы мы их уничтожали, а для того, чтобы они были рядом с нами, и для того, чтобы мы дарили им радость, а они приносили радость нам. Во многом, во мне, конечно, говорит кошатник, собачник, собачница, кошатница. Вот сюда мы привезли своего кота, который с нами живет все эти пять лет. И я ему всегда говорю, Гарфилд, ты несешь просветительскую функцию. Вот иди, гуляй и своим видом показывай, какие кошки дружелюбные, ласковые и умные. Я хотела бы сказать еще вот что. Когда вы спрашивали, что меня поражает, вчера, когда сюда ехали, мы чуть не влетели в аварию, потому что впереди, следующая впереди нас машина нарушила правила. Когда вы говорите о том, что меня тревожит в Казахстане, меня тревожит статистика гибели на дорогах. Не проходит ни одного дня, когда бы ты мечтала. Автобус, машина, пешеходы, столько-то, столько-то, столько-то. И заканчивая, вот я не хотела бы заканчивать на такой тревожной ноте, что вот авария и так далее. И заканчивая сегодняшнюю нашу встречу, я хотела бы ко всем обратиться с одной просьбой. Аккуратнее на дорогах. Вот аккуратнее на дорогах. Думайте друг о друге. Думайте друг о друге, когда вы садитесь в автомобиль. Думайте друг о друге, когда вы переходите улицу. Когда вы где-то собираетесь, когда вы где-то присутствуете. Потому что все мы люди. И земля наш общий дом. И наши города, наши страны, они должны дружить. Для того, чтобы дружить надо было, чтобы с кем-то дружить. Чтобы эти люди были здоровы, благополучны, счастливы. И вот сегодня мне хотелось бы пожелать здоровья, благополучия и счастья всем семьям, которые здесь живут. Независимо от того, ходят ли они читать в Центр национальных литератур. И, пожалуйста, любите русский язык. Любите друг друга. Мы рядом. Мы всегда сделаем все возможное, чтобы ваша жизнь была интереснее, красочнее, приятнее. Еще раз всех нас с праздником, с Днем России.